Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаете. За мной ухаживает мужчина, 39 лет, холост, женат никогда не был. Три месяца вводит в ресторан, кино на прогулке. Свидание по 6 в 8 часов. Добираться до меня час. Даже цветы очень внимательны и заботливы. Ежедневно доброе утро и спокойной ночи. Если я не написала в ответ, сразу звонит, спрашивает, что ли в порядке, почему пропал. Но долгое время не было вообще никакого тактильного контакта. Слово совсем. Пока сама не спросила, привлекаю ли я его физически, почему даже за руку не берёт, ответила, что это все нужно проговаривать, если мне это нужно, то будет. Только после этого стали гулять за руку, первая его обняла, поцеловала. Сейчас уже сам целует и обнимает первым. Но я не первый раз признаюсь в моих чувствах, на что он никак не реагирует. Никогда не пишет и не говорит, что скучает. Не присылает поцелуи в ответ на мои. Два дня назад снова призналась в чувствах, проигнорил и пропал. Не пишет, не звонит в соцсет. Я тоже, мол, че жду, не хочу навязываться. Абсолютно не понимаю его поведения. И в чём же ваш вопрос, Евгения? Какой у вас вопрос? Вы хотите, чтобы мы помогли вам понять мужчину? Это сильно вряд ли, хотя бы потому, что профессиональная этика ограничивает нас в том, чтобы обсуждать третьих лиц как минимум в данном случае. Поэтому не получится. А что дальше? Ну, то есть, вот, если тут невозможно, как дальше быть? Может быть, вы хотите разобраться в себе? Это было бы хорошо, если бы вы хотели разобраться в себе, потому что как раз-таки про вас мы можем поговорить. Это вполне себе профессиональная этика допускает. Я бы даже сказал, более того, мы здесь именно для того, чтобы говорить о вас, а не о вашем партнёре. Мотивы поведения, которого могут быть самыми разнообразными. Первое, на что хочется обратить внимание, то, что вы свою энергию направляете на то, чтобы запрашивать у него то, как он гламатозится, вместо того, чтобы, например, сказать человеку о том, что, ну, я хочу, чтобы ты меня обнялся, например. Или я хочу тебя обнять сама, допустим. Да? То есть, вот этого вы не говорите. Вместо этого вы спрашиваете, привлекаю ли я тебя физически, например. Ну, как вот вы это, в принципе, делаете. И в чем здесь проблема? А проблема здесь в том, что вы таким образом демонстрируете человеку, с одной стороны, неуверенность в себе, с другой стороны, вы демонстрируете некоторое давление. И давление – это история про то, что мужчина чувствует себя несвободным. Если человек не чувствует себя свободным, он, конечно же, будет от вас отдаляться. Что, в принципе, и происходит. Вот и все. То есть, по сути дела, вы не совсем корректно доносите до человека свои эмоции. Вы не совсем корректно доносите до человека свои желания, к сожалению. Вот в этом и заключается, как мне кажется, основная проблема. Научиться, то есть, основная проблема заключается в том, чтобы научиться выражать свои чувства максимально корректно, так, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что вы говорите про себя, хотите чего-то про себя, и не более того. В противном случае вас будут, к сожалению, понимать неправильно. Если вы этого не хотите, то лучше, конечно, учиться по-другому выстраивать взаимодействие с мужчинами. Следующий момент заключается в том, как мне кажется, готовы ли вы вообще принимать мужчину в том виде, в каком он есть, условно говоря, сейчас. То есть, готовы ли вы принимать человека на данный момент таким, как он есть? Готовы ли вы, ну, например, мириться, допустим, с тем, что человек такой вот достаточно, ну, давайте скажем прямо, да, достаточно пассивный, вот, достаточно неторопливый и так далее. Ведь если, если нет, если вы не готовы с этим мириться, если вы надеетесь, что он изменится, если вы надеетесь, что он будет вести себя по-другому, то, наверное, вам лучше-то и не встречаться с ним, вы понимаете, какая здесь история. Поэтому этот вопрос, в первую очередь, к вам, как вы относитесь к нему. Следующий момент. Ваше сообщение, что называется, слишком высоко формализовано. То есть, это означает, что он, как будто бы, довольно, очень большой уровень формализованности в вашем взаимодействии, в процессе. Не хватает, как будто бы, знаете, какой-то легкости, что ли, не хватает, как будто какой-то естественности, что ли. И этой естественности, как будто бы, нет, в том числе и у вас, в чем, на мой взгляд, серьезная проблема. Потому что, ну, вот, если говорить про контакт, если говорить, вот, про общение, то, на мой взгляд, оно, вот, ну, все-таки должно быть как-то, вот, более по-естественнее. А у вас, ну, вот, я бы сказал, что общение не совсем, ну, естественно, к моему большому сожалению. И, соответственно, нужно тоже здесь сделать некоторый, так скажем, пересмотр. Следующее. Ну, вы сомневаетесь в себе, если спрашиваете у человека, привлекаете ли вы его, да, то есть, ну, получается, как будто бы, что вы в себе сомневаетесь. То есть, у вас получается, как будто бы, вот, в какой-то степени занижена самозынка или страх, что, ну, что вас не любят, что вас, там, не знаю, может быть, используют, да, и так далее. Если это так, то это повод для психотерапии. Это не проблема мужчины. и, кстати говоря, вот, к вопросу о том, насколько вот ваше общение является естественным, да, довольно хорошо подходит момент, связанный с тем, что он как-то все вы вот намеками используете. А то, что вы боитесь навязываться, не хотите навязываться, это вот как раз история про страх отказа. Конечно, конечно, у мужчин есть свои особенности. И, конечно, если человек в 39 лет холост, никогда не был женат, наверное, у него для этого есть основания. Наверное, у него есть какие-то его субъективные причины. И это очень важный аспект, потому что готовы ли вы с этим человеком через эти причины проходить? Если нет, то и пытаться не надо. Поэтому какова цель ваших отношений? Если вы просто хотите быть человеком, просто будьте. А если хотите построить отношения, нужно понять, для чего они вам. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу и ответу. Это позволит вам начать работу над собой.